В Новый год с новым законом вступила Эстония. С 1 января в стране фактически легализованы однополые партнерские отношения. Эстония как бы перешла на более высокий уровень европейской интеграции. В подавляющем большинстве стран-членов ЕС так или иначе признается законным союз двух мужчин или двух женщин. То, что запрещено в Латвии и Литве, теперь разрешено в Эстонии. И это, конечно, скандал. С особенностями национальной женитьбы. В Балтии знаком Евгений Эрлих. В переводе на русский, дословно с эстонского, он называется «закон о сожительстве». Отрицательной коннотации не избежать. Но эстонцы не думали о русских, о русской филологии, о тонкостях перевода и о том, что вообще по этому поводу скажут соседи. В Эстонии вне брака совместно живут 170 тысяч граждан, то есть более 10% населения страны. Закон о сожительстве или о партнерских отношениях был необходим как вызов времени. И теперь он в Эстонии есть. Но при этом половина страны не рада. Дьявол кроется в деталях. Парламент Эстонии называется «Риги Когу», дословно «государственное собрание». Одна из самых драматичных страниц в истории эстонского государства – это как раз рассмотрение и принятие закона о партнерских отношениях. За закон проголосовало 40 депутатов «Риги Когу» против 38. По сути, страна разделилась на два непримиримых лагеря. Ибо все понимают, что главный нюанс этого закона – это возможность узаканивания однополых отношений. А в этом вопросе уже нет места компромиссам. Тут или считать такую пару семьей, или выступать категорически против. Закон о сожительстве был принят еще в октябре 2014-го под громогласное улюлюканье сторонников традиционных ценностей. Депутаты «Риги Когу», сидя на заседании, могли отчетливо слышать все аргументы против. В чем только нас не обвиняют наши оппоненты. В том, что мы гомофобы, в том, что путинисты, в том, что нацисты, в том, что нами движет ненависть к людям другой сексуальной ориентации. Но это не так. Нами движет любовь. Любовь к тому, что мы имеем. Любовь к тому, что является источником красоты, добра и истины. Мы это имеем, и мы хотим передать это своим детям. Да поможет нам Бог. Формально закон о партнерстве действительно касается тех, у кого в паспорте нет штампа из ЗАГСа. Современная семья все чаще обходится без государства. Но государство вспоминает о ней, когда появляются дети, кредиты, болезни, взаимные обязательства. Гражданский брак – это и чистая, без бюрократии любовь, и много-много вопросов. Например, а кто будет опекать детей и платить алименты при разводе? А как делить имущество? А кто получит наследство в случае смерти супруга? Теперь вопросов нет. Достаточно на минутку забежать к нотариусу, и пара официально признается семьей. Только один нюанс. А кто может считаться парой? По эстонскому закону о сожительстве все – мужчина и женщина, женщины без мужчин и мужчины без женщин. То есть однополая пара с 1 января этого года также становится полноценной ячейкой общества. Они даже могут иметь детей, но только своих, биологических. И вот тут общество Эстонии взорвалось. Я не поддерживаю однополые браки. Я не поддерживаю возможность предоставления прав усыновления. Вопрос в том, что мы считаем нормой, а что мы не считаем нормой. И сказать, что вот такой брак я могу принять в качестве нормы для нашего общества, я не могу с этим согласиться. Поэтому я голосовала против. Виктория Ладынская в прошлом журналист, а нынче депутат. Политик она молодой, перспективный, толерантный. Дружит с геями, готова их принимать и понимать, но не более. Оппоненты упрекают ее в консерватизме и, напротив, демонстрируют широту взглядов. В защиту сексуальных меньшин открыто высказались звезды культуры, известные спортсмены, ученые. Для Эстонии, еще недавно Советской Республики, закон о партнерстве, по сути, революция. И в быту, и в сознании. В СССР геев сажали в тюрьму. А теперь аналитики пытаются понять, что же такого знают местные законодатели, что до сих пор неведомо депутатам ни в Латвии, ни в Литве, ни в России. А Андрес Анвельд, в прошлом сотрудник полиции, силовик, пытается объяснить эстонский феномен мягкой силы. Как раз, я думаю, чем сильнее и мужественный человек, тем больше он должен озаботиться о более слабых и о более ушибленных. Моя логика такая. У нас в обществе, скажем, однополые хотят жить вместе, они все равно живут вместе. То есть, почему тогда они должны быть в худшем положении, чем другие семьи? Они точно так же семья. О гуманизме и нормах в Эстонии сегодня спорят все, кроме служителей христианской церкви. Протестанты, православные и католики на этот раз абсолютно едины. Надпись на портике собора святых Петра и Павла гласит, что Здесь воистину дом Господень и ворота на небо. В векаре католического прихода отец Игорь настаивает, в доме Бога все давно решено. Христос против однополых браков. Сотворил мужчину и женщину, это с книги уже бытия идет, то есть и женитесь, размножайтесь и тому подобное. И очень много, конечно, апостол Павел писал по этому поводу, о всяких мерзостях, которые сотворятся, и что это неприемлемо. Правда, в Эстонии голос церкви звучит тихо, почти интимно, для своих. Эстония – страна победившего атеизма. В Бога здесь верит 16%. Это официальные данные Евростата. Денис в церковь не ходит. Его с другом гораздо проще встретить в модном кафе. Денис русский, его партнер Эйра – эстонец. Их пара – просто образец интеграции в современном варианте. Молодые люди намного спокойнее относятся к гей-культуре. К таким отношениям, чем более старшее поколение. Старшее поколение более закомплексовано в этом плане. И не готово понимать и принимать гей-отношения как равноправные. Таких пар по всей стране не больше двухсот. Эстонское гей-сообщество маленькое и практически незаметное для посторонних. Денис и Эйра стараются вести себя скромно, чтобы лишний раз никого не шокировать. Они думают о серьезных отношениях, о регистрации брака, но чуть позже торопиться уже некуда. Этот закон для нас, он в большей степени показатель того, что люди, которые живут в Эстонии, выходят на другой уровень. Это не показатель того, что мы теперь можем делать свадьбы или еще что-то, да. Шокировать своих родителей. Я, например, еще не готов. Я для них еще не открытый человек. Лишний раз еще также подводить к какому-то шоку с его родителей, так же еще нет. Мне кажется, в наших отношениях еще нужно какой-то перейти в барьер. Гражданское партнерство в том или ином виде сегодня признается в 26 европейских странах. В этом году закон о сожительстве одновременно вступил в силу не только в Эстонии, но и в Финляндии. То, что в России называют гееропой, в самой Европе формулируют как признание иных. В конце концов, иные были всегда. Это история. И история идет своим чередом. 20 век изменил права женщин в обществе. 21-й права иных. И если церковь против, говорят сторонники геокультуры, это проблема церкви. Но ведь сказано в Библии, что перед Богом все равны. И значит, пришло время сделать всех равными и перед законом. Евгений Орли, Данил Жилинский, Евгений Павлов, Балтийское бюро Артевиа.